Добрый вечер. Мы идем дальше по нашим слайдам. У меня голос еще не изменился. Может быть к воскресенью, не знаю даже. Но лечит меня всячески, всякими возможными и невозможными методами. Поэтому не знаю когда-то, как его назвать, вирус или что-то выйдет. Из моего тела. Но спасибо огромное за участие. Психиатрия в принципе утверждает, что у человека нет души или духа. То есть нематериального естества. Именно поэтому психиатрия не может предоставить ни одного случая исцеления. В психиатрии нет исцелений как таковых. Есть стабилизация, есть ухудшение состояния, но нет исцелений. Потому что первое, что они утверждают, у человека нет духа или души. Второе, что они утверждают, что эмоциональные нарушения носят чисто биохимический характер. Если с моими эмоциями что-то не так, то нарушена моя биохимия. А ее-то как раз можно таблеточкой поправить. И на этом утверждение, что мы в принципе ничем не отличаемся от животных. И люди оперируют, диагнозы ставят. Именно поэтому для меня сегодня абсолютно не имеет никакого значения, с каким диагнозом человек пришел абсолютно. Некоторые души-попчители даже отправляли сперва людей к психиатру. Пускай они тебе поставят диагноз, потом я буду с тобой работать. Я говорю, зачем вы это делаете? Зачем ему нужна этикетка? Шизофреник, допустим. Или другая этикетка. Зачем она ему? Если ты можешь ему помочь, помогай. Не можешь помочь, не надо его посылать никуда. Для того, кто использует Библию, диагнозы не важны. Может, это звучит немножко пафосно, но это так. В 1879 году Лейцепский университет Германии профессор Вильгельм Вунд утверждал, что мысли, индивидуальность, поведение человека являются не более, чем химическими реакциями в мозге. Опять же, если этот психиатр, у которого учился наш русский Павлов, прав, то, конечно, нужно просто правильную биохимию восстановить в теле человека, и все его мысли поправятся, его чувства поправятся, и все будет нормально. хотя Энгельс не психиатр, а философ. Он сказал, жизнь — это форма существования одного из видов органических соединений белков. Где дух? Где он? Мы понимаем, что жизнь есть и в материи, деревья, цветы. Мы все это понимаем. Но человек чем-то отличается или нет? В этом весь вопрос. Если да, если есть дух у человека, то с духа начинать нужно. Не с тела, только если уже не поддается, мы не можем найти суть проблемы. Мы можем рискнуть и идти через тело. Итак, человек — не что иное, как органическая химмашина, в которой ежесекундно протекают тысячи химических реакций и процессов. Процессов. При таком утверждении мы понимаем, почему ежегодно появляются новые и новые таблетки. Людьми можно так управлять, контролировать и даже менять их мышление. То есть ты ему дал таблетку и он стал по-другому мыслить. об этом мечтали все цари земли, чтобы их подопечные были подданными, верными, не бунтовали. человеком можно надрессировать так, что его поведение изменится. На этом убеждении основна теория бихевиоризма Павлова и Скиннера. то есть дрессировать. Скиннер свою собственную дочь дрессировал, держа ее в течение года в клетке. Сегодня бы ему никто не позволил это делать, но в то время он опыты ставил над собственной дочерью. Если у человека нет души и все происходит из-за химических реакций в мозге, то его поведение можно исправить и изменить. Поэтому воздействуя на химический процесс, изменяя химический состав в мозге, достигается временное изменение поведения, но не исцеление духа, о котором говорит Писание. дух и тело человека. Между духом и телом есть тесная связь. Греки думали больше в разряде дух, душа и тело. Евреи больше видели человека как психосоматическое целое. В какой части тело дух? Где он? В руке? В сердце? Ну, тебя к насосу подсоединили, твое сердце забрали, живешь, где твой дух? Мы не знаем, вот в чем проблема. Это настолько соединено вместе, что мы не знаем. Мы реально этого не знаем. Несколько мыслей о библейской антропологии. То есть ни одна из них не отрицает наличие духа. вопрос библейской антропологии. Есть три составных или две составных? Три хатамия — это три части. Ди хатамия — это две части. Если мы говорим о трих хатамии, то это тело, дух и душа. живая. мы говорим о дихотамии, это тело плюс дух равно душа живая. А вот они отличия. И та антропология, первая и вторая, они имеют свое место в Писании. И нам не стоит друг другу доказывать, кто прав, кто не прав. Нам нужно их принять просто и все. Мне так по крайней мере легче. хотя я лично тендирую все больше вот к этой, но не отрицаю этого. Итак, трих хатамии, евреям 4, 12. Слово Божие живо, действено, острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа. и дальше написано чего? Составов и мозга в составах. Многие стрихотомии говорят, что это явная доказатель того, что у нас есть тело, душа и дух. Аргументов очень много. она судит помышления и намерения сердечные. Но люди с лагеря дихотомии говорят, как состав и мозг это тело, как помышления и намерения это одно и то же, так и душа и дух одно и то же. то есть у каждого есть свой аргумент. Поэтому мы не отрицаем ни того, ни другого. Первое, филоникица. Сам же Бог мира да светит вас во всей полноте и ваш дух и душа и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа Иисуса Христа. Здесь люди с лагеря дихотомии говорят, написано же дух и душа и тело. То есть как различные определенные естества или части в нас. Но здесь с лагеря дихотомии говорят, что списки, которые раньше делали апостолы, сам Иисус делал, они могут и еще удлиняться. Допустим, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всей душою, но там духа нет. И они говорят просто, что апостол перечисляет. Но для нас опять не важно. Речь идет о том, что есть внутренняя жизнь, что есть внутренний человек в отличие от всего существующего на земле. Человек имеет нематериальное естество вечное внутри себя. Дихотомия создал Господь Бог человека из праха земного тела, вдунул в лицо его дыхание жизни, то есть дух. И стал человек душою живою. дыхание жизни это дух. И мы некоторые другие места потом посмотрим. В этом мы отличаемся от животных и уподобляемся образу Бога. Якова 2.26 Как тело без духа мертвого. Экклесиас 12.7 И возвратится прах в землю, чем он и был, а дух возвратится к Богу, который что? Дал его. И так, как я говорю, для нас нет никакой разницы. существует дух, душа и тело или существует тело и дух в нас. У нас есть нематериальное естество и с ним мы работаем. Это наше Я, наша Личность, наша идентичность, с которой мы и должны работать. Что первично, дух или материя? И почему этот вопрос очень важен для нас сегодня? Мы его когда-то в школе изучали, материалисты пытались сказать, что материя первична. Но это для душепопечения очень важно. Если дух первичен, то он имеет большее влияние на материю, чем материя на дух. То есть, если дух первичен и он болеет, так занимайтесь духом, а не просто последствиями болезни духа, которые уже влияют на тело. Я есть альфа и омега, начало и конец. Говорит Господь. Кто начало? Бог. А Бог есть дух. У него есть индивидуальность мыслей, эмоций и он от начала. Написано все им и для него создано. Дух создает материю. Мы читаем Бытие, мы читаем Иоанна Евангелия. Я первый и я последний. Кроме меня нет Бога. В начале было Слово. Слово было у Бога и Слово было Бог. И все через него начало быть. И без него ничего не начало быть, что начало быть. Все сотверено Духом, Словом Бога. Человек имеет Дух и Душу. Мы прочитали только что стих «Возвратиться прав в землю, чем он был, Дух возвратиться к Богу, который дал его». И 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 Павел пишет «Когда земной наш дом, как хижина разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах. Мы наш внутренний человек. этот земной дом тело разрушится, а я, который живу в этом доме, имею новое жилище у Бога». Кто из человеков знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в Нем? тоже очень важный принцип душепопечительский. Мы так часто пытаемся человеку навязать определенные понятия о том, что с Ним было, о том, откуда у него эта проблема. Друзья, никто, кроме Бога, не знает лучше, что в человеке, чем мой Дух. Могут ли быть откровения у душепопечителя? Могут быть. И тем не менее, мы говорим, не торопитесь. только Он знает, человек сам, что с Ним, что произошло. Итак, как Дух влияет на тело, веселое сердце благотворно, как врачество, а унылый Дух сушит кости. Вы в это верите? Смотрите, взаимосвязь Духа и тела. Дух начинает болеть, он унылый, что с телом происходит? Если ты начнешь кости свое тело лечить, что произойдет? Бесполезное лечение. чуть-чуть лучше станет, потом снова хуже. Снова начнешь лечить, чуть-чуть лучше станет, снова хуже. Дух, если он первичен, он имеет большее влияние на тело, чем тело на Дух. «Когда я молчал, обетшали кости мои обседневного стенания моего, день и ночь текотела надо мною рука твоя, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. Я скрывал грех, говорит Тавид, мой дух был закрыт для Бога, что произошло с телом. Оно заболело. Находясь в барении, прилежнее молился и был под его, как капли крови, падающей на землю. Смотрите, дух борется, он начал ужасаться, тосковать, скорбить смертельно. Этот дух начал скорбеть. Как тело реагирует? Капилляры, сосуды лопаются. Тело не способно функционировать, когда дух в таком состоянии. взял с собой Петра и Аггаяна начал ужасаться и тосковать. Бойся Господа, удаляйся от зла, это будет здравием для тела твоего и питанием для костей твоих. Интересная мысль. не греши, чтобы дух твой имел соединение с Богом. Не позволь греху разрушить взаимосвязь между тобою и Богом. Если ты позволишь, тело начнет болеть. поэтому очень часто мы видим исцеления физические и нам даже молиться не нужно о них, как только вопрос отношений с Богом разрешен. Грех разрушает тело, оттого многие из вас немощны и больны и немало умирает. Контекст вечери Господней, да, но принцип относится к повседневной жизни. Все, что мы делаем, оскорбляя Бога, Господь может непосредственно влиять на нашу жизнь через болезнь и даже смерть. и Он это делает. Да будет тебе благо и будешь долголетием на земле. А что до этого написано? Что это значит? В принципе исполняй заповедь Божья. И ты будешь дольше жить. Я понимаю это обетование Ветхого Завета, но тем не менее речь идет о физическом здоровье. Признавайтесь друг при другом в проступках и молитесь друг со друга, чтобы подойти, а что до этого нужно сделать? Сперва признавайся во грехах. То, что тебя с Богом, твой дух с Богом разделяет. А потом, потом молись о бесцелении тела. Вот и все. Так просто. Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему, вот ты выздоровел. не греши больше. Что, Иисус ошибся, сказав это, чтобы не случилось с тобой чего хуже? Нет. 38 лет он там лежал из-за греха. Иисус говорит, перестань грешить, иначе твое тело снова откажет. твое тело тоже может воздействовать на дух. Существует взаимодействие между духом и материей. может ли болезнь влиять на состояние духа? Мы говорим да. И уводу опять простри руку твою и коснись чего? Кости его и плоти его. Благословит ли он тебя? вопрос такой. Когда ты в страшной болезни, что твой дух будет делать? Может ли болезнь твоя повлиять на твой дух, что ты огорчишься на Бога, что твое богословие о нем изменится? И мы говорим да, это возможно. в примере с Иовом это случилось. Господи, вспомни, что я сделал дело угодно в очах твоих и заплакал из Иезекия сильно. Что с ним было? Он умирал. И Исаи ему сказал, ты не встанешь. И дух был удручен из-за этой болезни. И вдруг укрепились его ступни и колени и вошел с ними в храм, ходя и скача и хваля Бога. Смотрите, какая радость приходит в дух твой, когда тело исцеляется. мы читаем, что уровень гормонов может тоже влиять на настроение. Так как дух первичен, то в первую очередь его состояние влияет на тело. Тело без духа мертво. Дух без тела жив, потому что Бог не есть Бог мертвых, но живых. Тело Авраама, Исаака, Якова давным-давно умерла. Но дух-то жив и без тела. Тело не может существовать без духа. Дух может существовать без тела. Поэтому химический состав крови, и это научно доказано, меняется в зависимости от состояния нашего духа. здесь нет никаких сомнений, что определенное влияние духа нашего настроения идет на физиологию. Но духовную проблему, обиду, горечь, гнев, грех, боль, ложь нельзя решить медикаментозным лечением. Нельзя. Духовная проблема решает в нас истина Иисус. Медицина не открывает истину, и медицина не прощает грехи. Для этого нужна встреча с Иисусом Христом. для чего Господь дал нам дух? Светильник Господень дух человека, испытывающий все глубины сердца. сердца. Поймите это как хотите. Но наш дух, он сам себя исследует. может быть, не знаю, как антивирус какой-то, который сам себя сканирует. он заходит во все глубины сердца. сердца. Дух в человеке, дыхание Вседержителя дает ему разумение. Этим мы отличаемся от всего животного, что мы разумные существа. И Писание говорит, дух, который Господь вложил, дает тебе разум. Вот здесь мы читаем, что снова Бог вдунул лицо дыхание, жизнь. Очень трудные места, их трудно понять. Допустим, сердце знает горе души души Попробуйте истолковать, очень трудно. Одним словом, наш дух знает, что внутри нас. Наше же собственное горе. Помыслы в сердце человека глубокие воды, души. Но человек разумный, а разум от духа вычерпает их. То есть мышление наш собственный дух может проанализировать. поэтому иногда мы осуждаем себя за определенные мысли, поэтому мы оправдываем определенные мысли, поэтому как ни странно мы сами с собой разговариваем. Это нормально. Дух нас же сканирует. Дух все проницает и глубина Божьей. Ибо кто из человека знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем? То есть что в нас знает только наш собственный дух? Испытывайте самих себя, верили вы, самих себя исследуете или вы не знаете самих себя. Смотрите, сам себя исследуй, сам себя испытывай. Это задача духа. Все в человеке исследовать, испытывать, сравнивать с истинной реагировать на это. Библейское основание. Несколько кадров отсюда. божьи законы, они неизменны. Как в физическом мире, так и в духовном мире. Но на физические законы мы как-то полагаемся, и у нас нет проблем с этим. духовные законы мы не научились полагаться. И мы пребываем в сомнении, и поэтому многие обетования Божьи для нас никогда не станут реальностью. может и мы просто не можем положиться на них. Бог связал себя своим словом. Впредь во все дни земли, сень и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся. А вдруг завтра не будет дня? Давайте переживать. Никто же не переживает? А вдруг ночи не будет больше? И всегда будет день? Никто не переживает? У нас все нормально? Мы живем в этом, это естественно наша жизнь, но это определенные законы Божьи, это Божье постановление. Он распростер север над пустотою, повесил землю, ни на чем. Вы что, серьезно? Как там? Мы летим? Мы в космосе летим, вы верите в это? А как вам не страшно ходить по земле, которая ни на чем не висит? А куда мы летим, братья и сестры? Давай теперь и в страхе жить. Нет, мы не живем в страхе. У нас все нормально. Он повисел с землей ни на чем, но и слава Господу висит себе висит, я хожу на ней и радуюсь. У нет проблем с этим. Как нам физически законы природы можно положиться так и на обетование Божье. Один в один. Самолет взлетает. Сколько законов природы там действует? Закон аэродинамики, закон массы воздуха, закон притяжения. Сколько там их? Я не знаю, но около десяти законов там действует. И мы садимся в самолет. Некоторые правда дрожат. Но он взлетает и садится. Иногда падает, Ну даже что-то вышло из строя. В принципе то если ничего не выходит из строя нормально. люди используют законы физические законы Божьи и приносят в определенном смысле благо другим. Также мы можем духовные законы Бога использовать и приносить благо другим. ты наконец-то сделай самолет в духовном плане и сядь наконец-то в него и полетишь. Сколько законов нужно знать чтобы ракету в космос послать? Какова формула? Посмотрите, гугль нити и вы посмотрите что-то не так просто чтобы вывести ракету на орбиту. Серьезный расчет. Целая команда нужна. И все работает. И смотришь и до Луны долетают приземляются до Марса летят туда приземляются. в надежде вечной жизни которую обещал неизменный в слове Бог. Когда Бог что-то говорит Он до этого думает. Он не человек. У него нет ни одного слова которое бы он сказал «А зря я это сказал». Понадеют сейчас люди я не смогу сдержать это. Но нет такого. Он неизменный слой Бог. Не человек чтобы ему лгать не сын человеческий чтобы ему изменяться он не скажет и не сделает будет говорить и не исполнит. Вот простой закон. Если исповедуем грехи наши то он будучи верен и праведен что сделает? Но люди не могут в этот самолет сесть. Друзья, сколько людей каются и не могут поверить, что Бог им прощает. Они не могут. Им нужно несколько дней иногда объяснять этот стих. ты попросил прощения? Да, попросил. Ты искренне просил прощения? Да. Во Христа веришь? Верю. Писание говорит, что Бог прощает. Ты веришь в это? Ну, верю. Так что он сделал с тобой? Не знаю. Он тебе простил? Не знаю. То есть ты хочешь сказать, духовный закон не работает на тебя? работает. Ты хочешь сказать, что Бог обманывает? Не, 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 Бог не обманывает. Если Бог не обманывает, Он тебя простил? Ну, наверное, быть не может. Или да, или нет. И вдруг у него наконец-то пух, и он полетел. Дошло. Дошло, он принял верою. Как только принимаешь верою Слово Бога, ты лечишь. Что посеет человек, то и пожнет другой закон Божий. Просите, дано будет вам, ищите, найдете, стучите, и отворят вам другой закон Божий. нам нужно учиться в духовной жизни законы духовные, брать верой и жить по ним. И это Бога радует, что Бог хочет, что приходящий к нему веровал. Несколько мыслей об интерпретации текстов, потом споете песню. Писание должно быть истолковано в его контексте и пониматься в буквальном смысле написанного, хотя оно имеет только одну истинную контекстуальную интерпретацию. Оно может иметь несколько применений. Это не значит, что мы можем подчинить понимание текста в Библии тому, что нам подходит. мы понимаем, что Писание содержит много принципов, которые могут быть применены к различным ситуациям, выходящим за пределы буквального смысла и контекста данного места. Дорогие мои, любая проповедь, которую вы слышите, это в принципе попытка применить то, что было в контексте сказано церкви одной, другой, третьей, десятой для нас сегодня. В том контексте она имеет только одну мысль, одно значение, но применение и для нас сегодня имеет. допустим, не заграждай рта волу, когда он молотит, второзаконие 25 глава. Буквальное значение этого слова пусть вол ест, когда он работает. Что делает апостол Павел с этим словом? Он применяет этот принцип позже говоря о финансовой поддержке лидеров церкви и таким образом выходит за рамки буквального смысла. Он принцип взял и применил его совершенно в другой области. Имеем ли мы право такое делать? Абсолютно. Конечно, имеем право. Мы это постоянно делаем в проповеди. Иначе проповедовать вообще очень трудно будет. Если мы не можем слово применить к сегодняшнему слушателю, к контексту выверить, как проповедовать вообще, очень трудно будет проповедовать. Таким образом, принципы и Слово Божие выявляются и применяются в нашей жизни. Дух Святой использует слово, применяя его к нашей ситуации и таким образом учит нас. Пустим, контекст Писания и выходящие за рамки контекста принципы. Христос отлюбил церковь, предал себя за нее, чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством Слова. Принцип очень простой. Мужья очищайте жен. Каждая проповедь это интерпретация контекста и попытка найти применение написанному в нашей жизни. Допустим, Деяние 1.8 Будете мне свидетелями в Иерусалиме, во всей Иудее, Самарии, даже до края земли. Принцип. Начинать нужно со своего города или места жительства. Правильный принцип? Правильный. Второй принцип. Нужно одновременно везде свидетельствовать. Тоже правильный принцип. Взят из того же контекста. Агей. Вы сеете много, забираете мало, едите, но не в сытость, пьете, но не напиваетесь, одеваетесь, а не согреваетесь. Зарабатывающий плату зарабатывает для дырявого кошелька. принцип. Заботься о церкви, и Бог тебя благословит. Малахия 3.10. Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. И хотя в этом испытайте меня, говорит Господь, не залью ли на вас благословения до избытка. Снова принцип. Приноси десятины в церковь, и Бог тебя будет благословлять. Но в контексте о церкви, о здании церкви и слова нет. Речь идет об Иерусалимском храме. Но мы берем просто этот принцип и применяем его к нашей жизни сегодня. Если мы так способны интерпретировать Писание, то мы и поймем, почему столько есть принципов в Библии, которые к нам, к нашей ситуации, в которой я нахожусь, подходят. Иерусалима. 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 Иерусалима.